БИС-ТВ На московской площадке Digital October 29 августа 2013 года прошла вторая практическая конференция «Электронные платежные системы», которая стала последним крупным отраслевым мероприятием лета. В качестве центральных тем конференции фигурировали в новых формулировках старые знакомые вопросы «Роль государства в развитии ЭПС», «Разработанность правового поля», «Перспективы развития» и даже «Безопасность отечественных ЭПС» в качестве специальной секции. Но, как замечали некоторые участники, разнообразие тем докладов вылилось в легкий сумбур, когда в одной и той же секции рядом оказывались трудностыкуемые вопросы. Намного менее сумбурно проходило кулуарное общение. Выйдя за двери конференц-зала, можно было вдоволь наговориться за чашечкой чая. Ради такой возможности, по словам многих участников, и стоило приезжать на мероприятие. А также, разумеется, полезным было участие в более широком обмене мнениями в формате тематической дискуссии. Своим мнением о прошедшем мероприятии СБИС-ТВ поделились его участники – представители служб ИБ-банков, платежных агрегаторов, юридических компаний. Я ожидаю услышать новое предложение от партнеров, а также обменяться мнениями по развитию бизнеса. Собственно, то, что нам интересно. В первую очередь, меня интересует индустрия платежных карт, разумеется. Интересное и важное, как на любой узкопрофильной конференции, это всегда строго общение с людьми, с участниками рынка. И в разрезе докладов посмотреть, как они видят какие-то вещи, потому что сама статистика, например, которую приводят любые коллеги, как я уже говорил, неинтересна совсем. А вот как они видят и куда они смотрят – это мне интересно. Что они хотят от рынка? В ходе мероприятия специалисты с интересом обсуждали вопросы, связанные с безопасностью электронных платежных систем. По мнению одних, имеют место лишь отдельные сложности правовой базы и государственного регулирования. Слабая отрегулирована сфера. Нет принципов. Вернее, есть принципы, но нет порядка их реализации. Каждый, по факту, сейчас в этом вопросе, каждый участник, каждый игрок сам за себя. Вот как я придумал себя защитить, так я и делаю. А какой-то общей системной защиты, на мой взгляд, пока что не создана. Да, есть прописанные нормы, к сожалению, пока что не реализованные. Есть нормативное регулирование, но оно незначительное и оно не реализовано. По факту, что нельзя сказать, что мертвая, но она не действующая практически. Поэтому каждый игрок защищает себя сам, так как может, так как хочет, и это основная проблема. Ну, честно говоря, мы сейчас не видим какой-то особой проблемы с зарегулированностью. Банки вообще достаточно зарегулированы, организации. И сказать, что именно по безопасности сейчас есть какие-то проблемы с регулятором, я не скажу. Другие же считают, что платежи через интернет, к примеру, совершенно беззащитны перед атакой киберпреступников. Информационной безопасности в платежных системах на текущий момент глобально нет. Это все проблемы, связанные с любой безопасностью сайта. То есть любая авторизация пользователя – это проблема. Сейчас нет нормальных способов удобной идентификации пользователя через интернет. Нет, повторюсь, это не касается только платежных систем. Это касается вообще всех глобальных, любых доступов. Есть отдельный узенький сегмент в электронных платежах, не в платежных системах. Это банковские карты, которые вообще небезопасны просто никак. Дискуссии показали. Мнения специалистов по многим вопросам в области безопасности ЭПС не совпадают. Но в каждом мнении и взгляде всегда содержатся доли истины. А это значит, что участникам прошедшего 29 августа мероприятия предстоят новые встречи, на которых снова можно будет делиться своими мыслями о судьбах российских электронных платежных систем и их информационной безопасности.